Робот-собака, робот-ребенок, робот, который собирается долететь до солнца. Эти роботы стали главными темами новостей высоких технологий. Встречайте вторую часть горячей десятки самых интересных, самых новых роботов этого года. А первую часть вы можете увидеть по ссылке, которая появится где-то здесь. Поехали! Итак, пятое место. Новый гуманоидный робот HRP-5P от японской компании AEST. В опуликомном видео он без проблем поднимает гипсокартон и прикручивает его к каркасу помещения. FRP-5P полностью лишен внешнего корпуса, чтобы металлические плотины не мешали датчикам распознавать окружающее пространство. Вся конструкция робота покрыта электроникой, которая помогает ему видеть предметы и преграды, а затем аккуратно поднимать доски и ровно прикреплять их к стене. Робот работает от собственного аккумулятора и может заняться отделкой помещения и мелким ремонтом прямо у вас дома. Четвертое место. Робот Читах-3 от МИД в этом году отказался от зрения. Не сам, конечно. Кто же его спрашивал? Разработчики опробовали на роботе новый алгоритм передвижения на ощупь. Идея разработки такого способа перемещения пришла после того, как радиация внутри разрушительной атомной электростанции Фукусима сожгла камеру на отправленном туда роботе. Но это даже не все. Робот получил новые интеллектуальные алгоритмы, которые помогают Четах-3 менять свою походку, чтобы не отключаться и не падать. И вообще робот стал гораздо подвижнее. А это вы видели? Выглядит ужасно, но впечатляюще. Немного сгладим впечатление от вывернутых коленей и перейдем к следующему роботу. Третье место. Реалистичные роботы Хироси Исигура. Великий и ужасный профессор Хироси Исигура из университета Осаки. Знаменит тем, что делает роботов-андроидов, как две капли воды, похожим на человека. Его первое творение – робот, полностью повторяющий внешность самого профессора. Читает вместо него лекции в университете Осаки. Его геноид Эрика умеет определять источник звука и распознавать лицо собеседника. Реагировать мимикой на задаваемые вопросы. У Эрика нет искусственного интеллекта, который мог бы отвечать за нее на вопросы. Но это невероятно реалистичный робот с 44 ступенями свободы мышц лица, шеи, рук и корпуса. Из-за неоднозначной реакции людей на роботов, выглядевших почти как люди, профессор Хироси немного заменил концепцию своих творений. И его последняя разработка – андроид Ибуки, ростом 120 сантиметров, уже не стремится выглядеть как человек. У него нет волос, одежды, прикрывающей руки, и он передвигается, имитирует при этом легкое покачивание тела человека при ходьбе. Ибуки обладает 47 двигателем, позволяющим ему менять выражение лица, поднимать руки и удерживать в них предметы. В будущем робот научится узнавать людей, поддерживать разговор и передвигаться на двух ногах. А второе место мы отдали роботу Animal, ставший конкурентом роботом Spot Mini от Boston Dynamics. Четвероногое творение компании Robotics System Lab тоже умеет открывать двери, брать и перемещать предметы, удерживать стакан с водой или ящик весом 3,3 кг. Для распознавания окружающих предметов, построения 3D-карты местности и поддержания равновесия, он использует оптические и термические камеры, микрофоны, датчики и активное освещение. Робот весит всего 30 кг, а его главной частью является исполнительный механизм AnyDrive, состоящий из мотора, привода, титановых пружин и датчиков. Детали заключены в герметические металлические блоки, защищенные по стандарту IP67. Благодаря этому электронике не страшна влага и грязь. Механизм построен по системе ELMA, Articulate Location and Manipulation, то есть коленчатое передвижение и манипуляция. AnyBotics намерена выпустить Animal в продажу для использования в промышленности, построения карт местности и даже работы в сфере развлечений, но дата выхода пока неизвестна. И вы не поверите, кому мы отдали первое место? Японский космический зонд Хаебуса-2, высадивший в сентябре на астероид Рюгу двух микророботов, а в начале октября посадочный модуль Маскот. Автоматическая межпланетная станция японского агентства аэрокосмических исследований оснащена ионным двигателем и оборудованием для изучения астероида. Из-за низкой гравитации, высаженные зондом на астероид 21 сентября роботы Rowan 1A и Rover 1B передвигаются по поверхности астероида прыжками, используя для них асимметричный вращающийся маховик. При каждом обороте робот подпрыгивает и преодолевает 15 метров за 15 минут. Все свои действия роботы рассчитывают сами. Первые снимки с ровером уже облетели весь мир. Кстати, это была первая в мире мягкая посадка модулей на астероид. 3 октября на Рюгу сел модуль Маскот, оборудованный спектрометром, магнитометром, радиометром, камерой. Проработал на астероиде модуль чуть более 17 часов, трижды поменяв свое расположение. За это время модуль успешно выполнил исследование состава грунта и свойств астероида, а также передал данные на орбитальный аппарат, включая сделанные фотографии. И что же будет дальше? В июле следующего года Хаебуса 2 высадит на Рюгу модуль Ровер 2, а в декабре отправится обратно на землю. Путь домой займет у зонда около одного года. А на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться этим видео. А я, Александр Байкет, прощаюсь с вами и, как всегда, говорю свой любимый девиз. Ты в силах изменить будущее! Субтитры создавал DimaTorzok